Возвращаясь к тому, что я неоднократно говорил, что до недавних пор имя его фигурировало исключительно как имя члена некоего вот этого Невельского философского сообщества, Бахтинского кружка, что-то там еще. Ну, в один прекрасный день все-таки это превратилось из, значит, такой мифологической фигуры, значит, о котором было совсем малоизвестно, вышел огромный том такой, вот называется «Каган о ходе истории». Том достаточно хитрый. Собственно говоря, это довольно большая часть сохранившегося от него архива. Не так уж много и сохранилось, и даже из того, что сохранилось, это несколько автобиографий. Это статья некролог Герману Когину, это большой, значит, такой конспект работы Германа Когина «Религия разума» из источников иудейства. Если помните, вот вчера мы здесь обменивались впечатлениями относительно смысла слова «разум», это значит «сразу к спинозе». Это спиноза, кант, то есть то, что любили обсуждать еврейские философы, которые, собственно говоря, утверждали, что, с одной стороны, в иудействию содержится достаточное количество этических оснований, а с другой стороны, также выбирая, хоть и, так сказать, еврея по происхождению человека, который, как известно, умудрился дважды получить херем, Хотя как дважды можно убить душу? Даже интересно. Значит, спиноза. Дальше. Значит, статья о Пауле Натерпе. Пауле Натерп был наследником Когина на Марбурской кафедре философии. За это шла большая борьба за его, так сказать. То, чтобы его посадили. И затем огромный, тоже такой кусок, страничка нашей семьи из этой книги. Это конспект книги Пауле Натерпа «Социальный идеализм». И вот это действительно конспекты, какие-то там описания. А вот самостоятельная работа. Та, которая появилась в Альманахе, минувшая, «Еврейство в кризисе культуры». Работа «Кризис церкви», о религиозном кризисе современности. Опыт систематической оценки религиозности во время войны. Философия еврейской литературы. Это буквально одна страничка там и так далее. И дальше будут тут ряд работ по философии истории, которую он пытался написать. Это действительно очень небольшие конспекты. И дальше написано «Философия искусства». Философия искусства – это как раз попытки написать статьи, которые в итоге не были приняты в Государственной Академии художественных наук. Ну и, наконец, самая известная его статья – «Недоуменные мотивы в творчестве Пушкина». Дальше здесь находятся разного рода письма. А какие мотивы, извините? Недоуменные. И, значит, я сейчас попробую вам продемонстрировать вот что. Значит, самое интересное во всей этой игре, что вот этот архив, да и сам Каган, интересен нам тем, что это еврейский архив. Они интересны тем, что в своих автобиографиях, в данном случае аккуратно написан, когда и где он родился, как его записали в соответствующую книгу. Сейчас поговорим, как. Книгу, значит, там, когда его обрезали, как он решил, значит, самостоятельно учиться в Хедере, хорошо или плохо было в Хедере и так далее. То есть то, что обычно философы не открывают. В частности, мы понимаем, что чему-то учился Аарон Штейнберг, родился в Двинске, и понятно, что и чему-то еврейскому, но он совершенно не стремился сдавать в какие-то официальные учреждения подобные тексты. А здесь, значит, что опыт научной автобиографии, что ненаучной автобиографии полны разного рода еврейских сведений. И поэтому для начала я хотел бы вам, во-первых, сразу сказать, что, в принципе, вы можете, приехав домой, посмотреть то, что я вам указывал в программе, то есть номер 2-3 Лыхайма, где я это дело начал. А вот вторая наша лекция будет посвящена тому, что в Лыхайме пока не вышло. И на самом деле это несколько упрощенные варианты попытки описания, значит, философии. Как она, которая меня даже сейчас интересует, не собственно, как его личная философия, сколько, как опять тип строения этого философского текста. То есть те русские особенности, которых не видят немецкие читатели, ну и, соответственно, в обратном современный читатель философии, незнакомый с тогдашней немецко-философской ситуацией, не улавливает, соответственно, немецкие философские аспекты. Я не простите, я просто на второй лекции вы будете про философию рассказывать. Да. Можно я прочитать? Проблема заключается в том, что автобиография Кагана не совсем является автобиографией. Вот это самое интересное во всем этом разговоре. Это первое. Второе. Я попытался тоже такого, я что-то не замечал, чтобы кто-то делал, сопоставить то, что она себе рассказывает, с биографиями его современников. В данном случае это целых три биографии, причем все такие, мне безинтересные. это Мандельштам, Пастернак и Парнах. Ну, как Пастернак, вы понимаете, что он тоже пытался учиться в Марбурге. Значит, Мандельштам описывал некоторым образом свое детство, учился в Гитлеберге. И, соответственно, третий, значит, Парнах, это уже несколько более серьезный человек, тоже от которого мало что известно было, кроме того, что он переводил испанских поэтов жертв Инквизиции, был основателем советского джаза, но его автобиографическая проза Пансион Мабер интересна тем, как вот этот человек, родившийся вне черты оседлости, в отличие от Кагана, который учился в русской гимназии и так далее, как он совершал путь к еврейству через русский антисемитизм, к сионизму, в Палестину, затем, значит, в Америку, затем возврат в Россию. И вот эти три момента очень важны, чтобы понять, на чем строится сама игра, скажем так. Ну вот, пожалуйста, давайте почитаем, что сам Каган пишет о себе. Родился я в Псковской губернии, в селе Пятницком, что само в себе интересно. В 1889 году, хотя по метрической записи, я значусь родившимся в городе Невель, в Витебской губернии, в 88-м году. Место моего рождения лежало вне черты еврейской оседлости, о регистрациях его появления на свет в Псковской губернии, не могло быть и речи. Только спустя некоторое время мое рождение было зарегистрировано в книге записи евреев, родившихся в Невеле, где я значусь родившимся 5 ноября 1888 года. 5 ноября оказалось моим днем рождения просто потому, что на странице в названной книге записи оказалось свободное место именно на той странице, где были записаны родившиеся в этот день. Это для тех, кто, как говорится, понимает, что такое еврейское на всю биографию, уже момент ключевой. Потому что в 99,9% случаев, кроме вот этого, которые непонятно, к какому относятся проценту, люди наоборот пытались записаться на год позже, чтобы иметь лишнюю возможность поступления в университет, чтобы иметь возможность избежать призыва в армию или чего-нибудь еще. Когда же происходит такая вещь, что человеку уменьшают его возраст, это понятно. А вот увеличивают, это зачем? Совершенно непонятно. Может быть, для того, чтобы гимназию не дать окончить. То есть перед нами в некотором смысле ну и текст игровой. Возникает только вопрос, зачем это делается. Кроме того, евреи, как вы понимаете, не имели права жительства просто так, в деревнях. Тем более, что тут у нас написано, в Псковской губернии, мягко говоря, не относилось к чертеоседовости. И житье евреев в русской губернии, то есть рождение там евреев, надо было, конечно, скрывать. Но при этом оказывается дальше, что, значит, рассказывая в своей биографии, Каган вдруг говорит, что он играл в синагогу, он посещал и до трех лет. Ну ладно, это нормально. Вот, вы понимаете, что такое три года, да? Ну это общенше, да? Это первая стрижка волос, после которой ребенок должен отправиться в херр. Ну, ясно, родители в один. Но интересно, что именно с этого момента, до этого момента, мои воспоминания единичны, обрывисты и смутны, с этого же момента я очевидно начинаю чувствовать у себя определенные желания. Синагогу я посещал уже и до трех лет, но к трем годам у меня созревает определенное сознание в связи с синагогой. Не только с той, где совершает молитву трижды в день, но и главным образом в той, где мальчики в среднем от пяти до шестнадцати лет учатся у рабе Меламина еврейским знаниям. Это очень хитрая такая штука, потому что, можете себе представить, значит, воспоминания смутны, но до трех лет он уже понимает, что ему надо заниматься еврейскими науками. Что это такое? Это такая игра в биографии цадиков, которые изначально, чуть не с момента зачатия, ощущали необходимость и четко шли к этому занятию. Обратите внимание, что это официальная автобиография. Такие вещи пишутся. Теперь, что, собственно, я проделал? Я просто взял некий текст, это автобиография двадцать пятого года, и я взял автобиографию Мандельштама и, соответственно, ее сопоставил с этим делом. Что там написано? Кто такой был Мандельштам? Это Петербург, да? Значит, ну, или Павловск, потом Петербург. Что мы знаем о бабушке и дедушке, кроме этой фразы, и кроме того, что бабушка знала слово покушаем? Вот. Но, что касается его папы, то он был недоучившийся реформист из Керавин из Хокшулида с Юдон Тулс. Сам был из Варшавы. Что? Такой вид кожи нет? Ну да, но там что-то в этом дуе. Об этом мы тоже ничего не знаем, это не сохранилось, якобы. Не знаю, что там было написано. Нет, это сейчас не важно. Меня сейчас интересует... Нет, это к делу сейчас не относится. Это уже отдельный вопрос. он как бы сейчас вне нашей темы, но если очень интересно, можем его обсудить. Что это все означает? Так вот, значит, что касается сочинителя Мандельштама, то его, как известно, раз или два в жизни водили в Синагогу как в концерт, с долгими сборами, чуть ли не покупая билеты у барышников. От того, что я видел и слышал, я возвращался в тяжелом чаду. В детстве я совсем почти не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной, разочарованной, упростительной речи с резкими ударениями на полутонат. Ну, на сегодня уже я слышал. Ну, ты же там слышал это все несколько раньше, но дело не в этом, а дело в том, что Каган, первые слова, которые он, как он пишет, слышал, были типа «убью и погром». Но, что это значит? Это значит не только то, что он слышал слова «убью и погром», а то, как он формирует свою биографию. Еще раз говорю, это не игрушки, это то, что сдается в официальное учреждение. Затем, затем социал-демократия, но без этого никуда, затем у него начинаются разного рода проблемы, из-за которых становится ясно, что и не имея золотой медали, и, соответственно, имея нехорошую анкету, он должен учиться за границей, Каган, куда он, собственно, и убывает, благополучно. Очень даже хорошо. А что в это время происходит с Борисом Леонидовичем Костернакомым? Не надо торопиться, коллега. Имея золотую медаль, имея папу некрещеного академика, который получил свое звание официально, он, соответственно, поступает по процентной норме в Московский университет, и сегодня мы знаем, что такое его студенческие тетради. К сожалению, их издали не абсолютно полно. Вечно мы живем в условиях, когда кому-то кажется, что что-то интересно, а что-то нет. Но, к сожалению, до сих пор архив Пастернака по большей части является домашним архивом, поэтому будем пользоваться тем, чем можем пользоваться. Так вот, лет 8-10 тому назад вышли два огромных тома в Стэнфорд-Славик-Стадис студенческих конспектов Пастернака. И вот они представляют собой тоже очень красивую картинку того, как люди готовились ехать в Марк. Значит, не те, кто уже не могут и просто после гимназии туда ехать, а вот у нас другой вариант. Значит, человека, который в общем-то достаточно был, не знаю, не хочется ухудшить политические термины. Это же антисемитский настроен, что очень ясно из его сейчас все больше опубликованных ранних писем. Хотя в тех же письмах можно найти и посещение седоров, и подражание языку бабушки. Значит, Пастернак слышал и даже пародировал своих письмах. А Мандельштам, значит, до 19-ти, надо понимать, лет, никогда не слышал это речь с полутонами. Другой только вопрос, а когда он ездил к дедушке и бабушке, то какую речь он там слышал? Тогда он что, если там о мальчике шла речь, если был этот вопрос, который показывал пальцами, что он хочет куда-то убежать, то сколько лет такому мальчику? Если мальчик учился в гимназии, то он хоть как-то знал немецкий язык. Если считать, что бабушка и дедушка ни слова наидыша не знали в Риге и говорили на немецком, тогда эта сцена к какому возрасту относится? Это очень интересно, это мы бы попросили оставить. Значит, этим мы займемся потом. Когда... Так вот, значит, таким образом получается, ну какие-то варшавские евреи, которые ни слова не понимают. То есть все это художественная, авангардная проза. И я занимался достаточно много именно ее анализом. И чем дальше, тем хуже, поверьте мне. То есть вся проблема чтения, вот в отличие от откровенного Кагана, еще раз повторяю, и в отличие от Штейнберга, который писал обычные совершенно обзоры философской жизни в Германии в журнале Логос, Каган откровенно говорит, что философ он еврейский. В письмах же не пишет, о какой я еврейще, и кроме тебя и евреев меня вообще ничего не интересует. Много мы таких знаем? Что-то не очень. Так вот, возвращаясь, значит, уж если хотите дальше к Мадештаму, то понятно, что это сочинение все, и, значит, соответственно, уже на сегодня ясно, в частности, из работ такого Майкла Станиславского, что шум времени является откровенной пародией на еврейские гаскалины, то есть просвещенческие автобиографии. Вот можете себе представить, если сегодняшний еврейский историк может такое спокойненько написать, то о чем вообще мы говорим? Мадештаму, знаете, из-за Калина Дайдайски начитал? Конечно, их, во-первых, было много по-немецки, во-вторых, ну что, давайте поговорим более широко, в конце концов, потом на следующий поговорим совсем про философию. Пожалуйста, этот вопрос легко обсудить. Прежде всего, сам Мадештам относился к роду людей, где была такая бабушка Паулина Венгерова с ее знаменитой книгой «Воспоминания бабушки». Это первое. Они и по-русски, если так уж надо, печатались в восходе. Довольно много такого рода текстов печатались в русско-еврейский журнал, по-немецки и так далее. Проблем никаких нет. На самом деле, это все тот же самый самообман относительно места и роли, так сказать, вообще ассимилированных евреев в европейской культуре. Того, что негде было взять, там, ничего не знали. Я не хотел бы сейчас это продолжать, надо будет, можем поговорить отдельно. Но дальше, что происходит? Дальше, обратите внимание, Мандельштам отправляется в Гитлеберг и просто, в общем-то, потому что у него там, мягко говоря, не могло быть никакой золотой медали. Отучившись там примерно год, он вынужден вернуться, потому что у папы там произошло некое разорение, он больше не может это оплачивать. При этом, Мандельштам в шестом-седьмом году попадает неоднократно в облавы полицейские, занимается эсеровской пропагандой. Ну и опять же... Мандельштам в шестом-седьмом году поиск. Ну конечно. Да, но даже ты думаешь, что он написал в шестом-седьмом году. Что? Он же написал в шестом-седьмом году. Правильно, но мы сейчас это не разбираем. Я же говорю, у нас есть артикурс по философии, а не по тому, что он там в действительности вытворял. Если есть нездоровый интерес, могу сказать, что у меня только что вышла большая статья, посвященная крещению Мандельштама, зачем, как и почему это было сделано. Технологически, что это было все такое. На самом деле это все форменная уголовщина. И те финские пасторы, которые этим занимались, методистские, лютеранские, только Первая мировая война их спасла от посадки. От всего, чем они занимались во время крещения евреев из внутренних губернии. В свою очередь они заменяли документы с именами, а Мандельштам приезжая из Гитлеберга уж если это так интересно, хотя для социал-демократа Кагана тоже. Он заявил, что он то ли потерял паспорт, то ли просрочил. Мама получила для него паспорт в Петербурге. А справку от Ланцмана финского он получил, значит, не помню, там где-то под Выборгом, где он до этого не жил, но профессионал был в Выборге. Поэтому у него была и та, и другая чистые справки, с которыми он поступал в университет. И еще до недавних пор не было известно даже, как это все произошло, потому что никто не изучал никогда финские законы. А после 2008 года Финляндия, получив там квазиконституцию и квазипарламент, финские церковные власти не обязаны были сообщать о своей деятельности никуда, кроме гельсинфорской консистории, равно как даже особое дело департамента полиции тоже. Поэтому, когда в 2012 году решили очередной раз мы поймали за что-то, то вынуждены были писать особый отдел Петербурга в особый отдел департамента спрашивать, какого вероисповедания надо ждать. И те это долго узнавали и наконец узнали. Это просто вынимав к себе представляли особенности. То есть, когда мы обсуждаем все вот эти вопросы, какая степень религиозности, к чему он примыкал, с чем он сталкивался, то сейчас опять не продолжая эту долгую беседу, могло бы только сказать, что было огромное движение среди петербургских студентов против участия тех, кто поступил как вы крестите в Петербургский университет во всяких студенческих благотворительных делах. Это было важно вот почему. Дело в том, что опять же финское крещение вещь очень полезная, потому что родители могли вообще не знать, что люди крестились, их дети. То есть, как бы они поступили в университет. И я не буду называть имена очень крупных деятелей нашей науки, бабушки и дедушки которых хранили это как страшную семейную тайну. Я евреев имею в виду, которые впоследствии ни в коей мере не называли себя не евреем, или чем-нибудь еще. Вот. И во время моего просто доклада в Иерусалиме несколько больших ахов в зале прозвучало. Вот. Поэтому я оставлю пока личный аспект этого разговора, но это правда так. И продолжалось это ровно с 8-го, 9-го по 13-й год, когда на все это было накладено большой запрет. Вот. Это гигантский, вот настолько внутрифинский скандал, что он практически оказался никому неизвестен, хотя в разделе «Студенческая жизнь» в Петроградских газет вы можете это найти. Это все к вопросу напряженности между прочим еврейской жизни. Потому что уже в январе 15-го года будут обвинения тотальные евреи в предательстве при фронтовой полосе. Вот, представляете, что такое пожить в России? Это вот Россию, которую они там с Говорухиным и Солженицын потеряли, они все никак не могут понять, в чем дело. А теперь представьте себе другую ситуацию. Полтора примерно миллиона евреев, которые из западного края вышвырнуты в центральные губернии. И ровно через полтора года куда им идти? К той власти, которых сюда я бросил, да? Плюс обратите внимание на грамотность средиеврейского населения и знания европейского языка одного, который без труда из-за этого превращается в немецкий. Вот вы получаете тот самый поток, с которого, если помните, я начинал самую первую лекцию, когда вас веселил, социологическим таким казалось обзором, да? Никакого отношения к социологии он не имеет вообще. И вот, значит, что происходит дальше? А дальше происходит следующая вещь. Значит, Каган русскую грамоту узнает достаточно поздно, а и как бы базовым образованием, скажем так, мировоззрительного является уже в чистом виде и удается. У меня впечатление, и я выразил это даже вот аккуратненько в статье в Лыхайме, что эти автобиографии Кагана являются ответом в нашем времени. Таким внутренним. Что ты пишешь, дорогой? Вот. Но, раз они не напечатаны, так все и осталось. Теперь давайте посмотрим, а какая была биография у этих самых выпускничков. Если помните, значит, я вам обещал рассказать еще, значит, про, так сказать, Пастернака. Ну, вот, пожалуйста. Каган учился в Лейпциге, учился в Берлине, ну и, соответственно, в Марбурге. А, значит, соответственно, пишет он, я бы из Лейпцига поехал прямо в Марбург, а, значит, Пастернак уже пишет, соответственно. Но Герман Когин уже вел семинары у себя на дому, ну или в Леранстальдфе, в Рисеншарде, Сьюден Тумс, вел философские занятия. В Берлине же был тогда и кассир. Вот, значит, это касается и Пастернака, и Кагана. Поэтому вот Каган пробыл два семестра в Берлине, потом, законченная диссертация, уехал в Марбург к Натарпу, где оставался студентом только один семестр. А дальше мы только знаем, что во время начала Первой мировой войны Каган попадает, остается в Германии, в отличие от Пастернака, который успел вернуться. И Кагана, Кагану предлагают интересную вещь. Он еще и экономикой занимался. позанимается анализом экономики России, то бишь врага. Он отказывается, попадает вот в эти самые перемещенные лица, а Пастернак оказывается совсем наоборот в России. И, значит, что это? Теперь Пастернак, пишет папе, в районе, значит, 12 лет, 12-го года. Вчера был банкет через Каган, его ученик-кассир произвел мне о своей речи с усиленной впечатлением, что для меня стало несомненным, куда мне набежать будущим летом, когда Когена в Марбурге не будет. Вот, обратите внимание, тут уже Каган успел съездить. То есть нам приходится реконструировать то, что я сейчас делаю, это на самом деле реконструкция философской биографии. Конечно, в Берлин кассирую, в особенности еще и потому, что Коген переселяется туда. И дальше. На пустынной, другое письмо, на пустынной полуденной улице возле парикмахерской встречаю Когена. В день моего отсутствия пришло ко мне приглашение его посетить. Я, конечно, извиняюсь, длинный разговор, между прочим, расспросы. Что я думаю делать? Россия, еврей, приложение труда, экстерном, юристам. Думаете, так легко прочесть эти письма? Их давным-давно напечатали в памятниках культуры новое открытие. И это вот и есть отказ Пастернака значит от философии. Недоумение. Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры, доцентуры, раз у меня все данные на это. Ну а зачем это? Ну подумайте с этим. Он ехал в Марву к великому философу. И к чему он готовился? Теперь тетрадочки. Вот эти люди значит и Штейнберг и соответственно Каган учились сразу в Германии. А Пастернак что делал? Ну сначала он изучал Платона и Аристотеля, можно посмотреть его тетрадочки. Потом Канта, потом Фихта, а потом самое большое, что самое смешное, а на самом деле совсем не смешное. Огромный значит раздел этих тетрадей это биография и философия Соломона Маймона. Это что такое? И вот здесь надо понимать, что происходит в немецкой философской жизни. Дело в том, что для немецкой так сказать Гаскалы что важно? Что жил был Мендельсон, что у него было раввинское образование и что этот самый Мендельсон приезжал в Кенигсберг к товарищу Канту даже еще так сказать с соответствующим волосяным покровом. И студенты значит поражались, как это так. А значит соответственно потом из России литовский еврей поехал Соломон Маймон сначала в двор до в Бера Межереческого то есть даже Хасидского потом приехал в Берлин потом его оттуда послал Мендельсон и кто-то из круга Мендельсона чтобы я сейчас помнил учиться в Амстердам и там повышать немецкий улучшить и вообще как-то образоваться. Потом отвернулся написал некий труд с критикой философии Канта который Канту очень понравился но когда этот труд был напечатан Кант совсем не был рад после чего у него был большой кризис с попыткой даже креститься во что-то протестантское отчего его отговорил некий пастор а потом была написана его автобиография Соломона Маймона это к вопросу о том кто там как знаком с Гаскалинами автобиографии которая существует и по-русски называется Лебенсья то есть ну как бы годы жизни что вот это классическая автобиография вот такого ищущего Гаскалиного еврея конечно ориентирована естественно на русском не без этого вот идем дальше а что было за этим а вот критикой Маймона из достаточно антисемитских позиций занимался Фихт и значит с одной стороны у Канта конечно были элементы антиудаизма не было там антисемитизма это рановато для этого замечательного движения в нынешнем современном понимании но вот Фихта уже привел это к тому из чего дальше легко последует любой Вагнер и далее везде вот здесь мы видим очень специфическую еврейскую позицию Германа Когина который говорит что при перечитывании так сказать Канта переосмысление его можно показать и признание так сказать еврейского бэкграунда действительно иудаизм иудаизм настоящего что все этические проблемы которые ставил Кант в принципе решаемы на базе этики иудаизма собственно об этом и вот конспект можете взять эту книжку и посмотреть таким образом изучение Соломона Маймона у человека типа Пастернак который хочет заниматься современной философией при этом какой философией научной философией то есть это люди которые утверждали что можно построить научную теорию познания немед физически это очень интересный момент значит он это изучает и готовится ехать именно Когин приехал Когин он видит что как я вам уже говорил Когин возглавляет движение по борьбе с ансимитизмом немецких университетов а потом совершает еще один поступок теперь обратите внимание на то что происходит с Каганом который отказывается в Германии писать какие-то там анализы экономики России и что происходит с последователями Когина в России из-за чего а мы сейчас чуть вернемся потом в 13-14 год я же не собираюсь вам пересказывать то что напечатано в ВХМ я отсюда только цитаты читаю чтобы мне их не искать и сейчас мы будем говорить о том чего никто не знает по причине что никто не изучал на самом деле все можно найти так вот значит и Герман Когин в январе 15-го года или в феврале чтобы я так помню аккурат под вот все эти обвинения в шпионаже в прифронтовой полосе пишет замечательный текст письмо к американским евреям которое конечно не является его философским трудом но является призывом к евреям Америки большинство из которых подавляющее составляют восточноевропейские польско-русские евреи выступить на стороне Германии как представителей германской культуры германского языка и так далее то есть в этот момент и происходит очень серьезный кризис восприятия именно русскими евреями вот этого безумно популярного Германа Когина для Пастернака это навсегда понятно да при его так сказать уж не знаю как государственной патриотизме в любом русском варианте ну и мы не знаем какова реакция на это Когана но уж если он себя вел так что он не считал для себя возможным выступать против России то может себе представить опять же еще один кризис внимание а всему этому предшествовали некие события которые только в самое последнее время стали как-то вылезать на ров а события это такое в апреле 14-го года обратите внимание до первой мировой остается сколько-то там месяцев в пределах трех-четырех Герман Кокин приезжает в Россию поддержать русско-евресть в связи с окончанием дела Береса как вам нравится и до самых недавних пор было известно парочка значит сообщений в газетах на эту тему не самых интересных и была одна работа вышеназванного товарища Ермичева который все-таки взял в руки еврейские журналы но понятно что он не специалист по тому о чем я говорю а многое из того что я говорю вообще стало известно в самое последнее время в частности некоторые особенности того что я ему говорил ритуальные экспертизы на деле Береса в которой поучаствовали очень интересные люди типа Эрнеста Радлова и типа Антония Харповицкого файл или Герца как стало известно только совсем недавно то получилась следующая ситуация из первоначальных списков тех кто должен был приветствовать Германа Когена в Петербурге аккуратно исчезли те кто не имел отношения к делу Береса я смог это сам понять только примерно год назад потому что и тут не все так просто то есть Коген был для русских евреев не просто философ но даже после того как Пастернак решил не выбирать вот эту философскую стезю то есть как писать дома философию сдать экстерном работать юристом а в это время значит что-то такое пописан потому что было ясно что без крещения никаких профессорских должностей не будет а если уже креститься так зачем ехать в Германию можно кончить университет тем более что в нем и так учиться или можно предположим его окончить кстати там в это время преподают там Лопатин Трубинской вполне можно учиться ничего такого чтобы там не писал там Пастернак там не знаю Чалпанов или кого-то еще уж извините для обучения философии вот так хватит нет проблем после чего можно получить диплом и в виде того что мы сейчас называем постдока отправиться в немецкий университет и прекрасно там работать уже зная свою судьбу а не думая как бы это евреи в очередной раз получить доцентом в Германии вот это очень надо понимать что это за момент и значит ну конечно понимаете когда я говорю слово Германия вы можете обязательно тут учитывать еще австрийскую цель во Франции во Франции была немножко другая ситуация хотя и там оказались российские евреи так вот расцвет полной философии люди ездят по этим маленьким университетским городкам ну исключая Берлин конечно или Эпциг или Эля Эпциг вот то значит у них как бы есть целый философский мир и у них есть огромный выбор у них есть и феноменология в виде просто Гуссерля в чистом виде у них есть некоторые разновидности неокантианства ну хотя бы Натарп и Когин у них значит есть ну кассиров значит так сказать как философ истории то есть есть это же просто жизнь и вдруг это все обрывается значит либо вы должны остаться в Европе либо если вы возвращаетесь в Россию то тут что происходит в это время дикий взрыв антигерманских настроений и выход замечательной брошюрки Владимира Эрна кстати очень интересной брошюрки под названием Кант и Круп Пушки Круп прямо следует из философии Канта куда деваться значит в любом случае возникает вопрос что делать не помню говорил я просто не стал в прошлый раз читать программу Питерского еврейского университета Каган переписывается за Штейнберг Каган пытается даже в Питерском еврейском университете поучаствовать но в числе прочего он значит еще тут есть программка его по еврейской литературе для Московского еврейского университета то есть он ищет себе какие-то еврейские самовыражения а какие они могут быть евреи то рванули в большие города кажется что что-то может быть и при этом одновременно это и погромы гражданской войны и гигантская эмиграция ну извините социализм что вам дадут серьез что-нибудь преподавать что-ли поэтому сама по себе идея вот того к чему мы сейчас будем перекатить идея кризисности в трудах Кагана очевидно но видите сколько их тут уже с ума сойдешь и просто кризис Европы и кризис действительно в целом религиозности не только во время войны но и вообще и кризис европейской культуры и значит кризис еврейства что делать со всем этим и вот здесь конечно надо понимать что в это самое время все эти кризисы занимают далеко не только одного Кагана те из вас кто представляет себе русскую литературу догадываются что огромное количество подобных кризисов написал например Андрей Белый и сопоставление этих кризисов было бы очень интересно Андрей Белый и был руководителем Волфил в московскую часть которой собственно и вошел Каган тот самый Каган который переписывался со Шпетом и переписка надо сказать была нелегкой для Шпета было абсолютно неприемлемо не только общерелигиозный какой бы то ни было подход но и еврейский в частности об этом здесь вы можете найти письма в этой книге письмо Штейнбергу к тому самому то есть у меня вполне к виде кусочек только показывает того что тогда происходило но совершенно никогда почему-то не прописывалось вместе и значит что дальше происходит а дальше происходит очень интересная вещь недалеко в прошлом году в 2007 вышеназванная гражданка Щедрина я не знаю честно говоря кто она такая никогда не видел которая публикует собрание сочинений Шпетов она публикует запись из записной книжки Шпета за 20-й год и не о чем нибудь а о кризисе и он пишет да нету никакого общего кризиса это кризис культуры но там где есть культура там и возникают всякие вот эти мистики там и так далее вот в них и есть всякий кризис настоящий же кризис культуры состоит в том в это невозможно поверить то что я сейчас говорю но можете взять исследование по истории русской мысли за 2005 и 2005 год такой огромный камин и там это увидеть но главное говорит состоит кризис состоит в том что христианство распалось на составляющие элементы на иудаизм и язычество и вот вопрос к чему это приведет собственно есть кризис далее человек шпет еще раз повторяю предлагает обратить внимание на Мендельсона затем ему что-то не нравится в Штейнтале и Термонекогене ну там какие-то слова написаны дальше написано что надо обратить особое внимание на сионизм и особенно духовный сионизм Ахатгаама это доклад вольной академии вот этой московской пердель это его список так сказать что же он называет язычеством язычеством шпет называет разного рода нитши его последователей да ну там развитие нитшанской ну в общем любой дионисизм любые там такие вот вещи ну это нет ну мне это нравится философ говорит что он считает иудаизмом Мендельсона Когена там Штейнталя Лазаруса Ахатгама а язычество вот это я немножко не понимаю о чем идет речь это его точка зрения моей тут точки зрения нет мне интересно что для человека сторонника крайнего платонизма и крайнего логицизма чтобы у этого человека который действительно верил что можно реализовать самые идеальные идеи товарища Гусарли чтобы вот у этого человека возникла идея подобного разложения это страшный интересный момент поймите все что я вам рассказываю я же не учился ни в коей мере философии так это вообще не делается я вам хочу показать тот контекст который вылез за последние 3-4 года потому что вот эта книга ну хорошо я ее читал раньше ну что значит раньше ну где-то году в 96-97 что значит книга ну мне дома что-то показали дальше значит соответственно Штейнберга вот доклад а не книга появилась в 2005 году вот эта запись значит Шпета появилась в 2007 году только после вот того что я вам сейчас говорю до меня с трудом стало доходить роль и место некоторых текстов Льва Шестого равно как и структура воспоминаний Штейнберга которые хоть и вышли в 83-м году но от этого никому лучше не стало если они непонятны кроме того главный труд Андрея Белого до сих пор не напечатан которая называется история самосознающей души и в то же время без вот этих разговоров об этих кризисах я не мог себе совершенно представить каково место там одного из кризисов где-таки разбирается еще как еврейский вопрос у Андрея Белого у нас просто я имею в виду философия берешит там всякие мистика этого слова звуков и так далее значит мы сейчас не будем все это изучать я вам серьезно говорю что в принципе через там 3-4 года на годичный курс этого хватит не были ясны связи то что я вам сейчас рассказываю и тот список имен которые я выбираю давайте открою вам в конце концов секрет что я собственно делаю никто никого не обманывал я взял такую книжку которую все знают это мысль и слово сборник подредакции Шпета 17-го года там напечатан текст Шпета там напечатан текст Гершинзона и там напечатан текст Шестого значит связь между Когеном и Шестого по этому вопросу мы с вами увидели Гершинзон о котором я сейчас специально говорить не буду написал не только книжку судьбы еврейского народа но еще и переписку из двух углов с Вячеславом Ивановым которую никогда не рассматривают в контексте того о чем я сейчас говорю у нас не хватит на их сейчас времени затем Каган переписывающийся значит соответственно с Шестого ой с Шпета переписывается со Штейнбергом Штейнберг выступает в Алфиле Андрея Белого брат Штейнберга сам Штейнберг Андрей Белый и Каган пытаются организовать значит московскую Валфилу из чего ничего не получается кстати из абсолютно антисемельских поступлений двух людей такого значит ну Шпета это понятно еще такого Мстиславского загадочная такая фигура после чего значит что происходит Штейнберг оказывается в Берлине и в 23-м году издает свою систему свободы Достоевского а первую часть о Достоевском значит под названием на весах Иова это известная книжка вообще была значит там о смерти предела смерти как там она называется у Шестого Шестов печатает в Париже по-французски в 23-м году в 22-м году значит печатается насколько я сейчас помню судьба еврейского народа в 22-м году идет дискуссия в кружке Мейера которую вот я вам прочитал а это когда вышло это что кто-то заметил тоже было никому не нужно и вдруг перед нами открывается целая картина споров противоречий затем уже я в своей книжке о Мандельштаме значит написал что его две статьи революционер в театре о Толере и знаменитая статья гуманизм и современность пусть мне кто-нибудь объяснит чем она отличается от социального этого идеализма оптимизма наторпа ну просто абзацами идет и интересно что я тогда пользовался понятия не имея есть ли какая-то связь сейчас еще не знаю между Каганом и Мандельштамом этими кругами я воспользовался опубликованным тогда только в журнале диалог карнавал хронотоп я же не просто так не люблю бахтеноидов я наверное знаю лучше их всех поэтому они меня так и любят все значит мало у кого есть полный комплект этого журнала некоторые номера которые выходили держим 100 и 200 экземпляров так вот значит я взял перевод оттуда теперь когда я прочитал вот таким образом автобиографию Кагана я с изумлением вижу насколько она ориентирована на шум времени ну есть конечно вариант что нам может повезти вот в ближайшее время потому что вспомните как начинается значит проза 4 Мандельштама начинается с того что некий Бениамин Федорович Каган что-то там такое сделал очень известный московский математик был он связан с этой семьей не был уже спросить не у кого к сожалению настолько не пришло время моим воспоминаниям о Эдюфе Матвеевне Каган да и меня тогда в голову не приходило об этом спрашивать там всегда речь шла о связи их семьи с Цветаевой с Бахтиным еще там с рядом людей не знаю круги очень близкие очень узкие не знаю были ли какие бы то ни было контакты но могу только сказать что такой плотности среды созданной именно советской властью когда их гоняли либо в эти волфилы либо в Гахны никогда не было а к 29-му году как вы понимаете кончается и актуальность этой темы то есть дальше люди могут писать сколько угодно но вот такой диалог беспрерывный а почему он собственно кончается ну во-первых начинаются серьезные посадки раз заканчивается сменовеховство два то есть возить туда-сюда книжки больше нельзя прекращается свободная иммиграция начиная с 27-го года в 27-28-29-м году происходят следующие замечательные события не только закрывают Гахан Государственная Академия Художественных Наук но запрещают и феноменологию и фрейдизм и формализм а тогда простите что остается и вышеозначенный господин Лосев наш благородный в шапочке пишет в цензуру письмо я первый разгромил феноменологию как философию фашистующего банковского капитана теперь пора почему я в самом начале сказал как семья Шпетов относится к Алексею Федоровичу Лосеву тут дело не в том что кто-то кого-то непосредственно сдал и шкафчик открыл а кто что писал в ЦК впоследствии Алексей Тудорович занимался еще писанием доносов на Тартусскую школу потому что они употребляли понятие знак и не хотели пользоваться его понятием символа это очень интересная такая фигура глубоко православная очень святая но это оставим так вот и значит соответственно мы сейчас можем говорить о плотнейшем контакте между евреями которое начиная с середины 90-х годов начинают учиться в Германии до тех кто учился до во время Первой мировой войны то есть это слой выпускников немецких университетов за 20 чем-то лет самого большого расцвета немецкой философии что дальше что происходит ну конечно довольно большая часть осталась в Германии часть как я вам описывал вернулась из России есть работа такого человека Дмитрия Михайловича Сигала который называется пропавший европейец роль ассимилированной еврейской интеллигенции в культуре 20 века я сейчас говорю не совсем то что я планировал но если вам интересно можно и дальше продолжать мне в конце концов вы же понимаете если вы не будете понимать в каком контексте происходит это малопонятное философствование так зачем игрушки то не нужны никому значит раньше она была опубликована исключительно в вестнике еврейского университета теперь на это можете не обращать внимания потому что вышла его невероятных размеров книга которая называется литература как охранная грамота там это есть и там есть еще несколько статей на эту тему в частности о роли этой интеллигенции в круге вех там и так далее можете посмотреть довольно много так вот он заметил интересную особенность что биография этих людей разорвана человек родился поехал учиться в Германию вернулся в Россию уехал обратно в Германию и дальше знак вопроса что дальше если же взять еврейские например биографии то там будет как раз написан конец и будет про начало стоять вопрос люди просто вот как заменяли кожу совершенно вы можете теперь уже почитать книжку Аркадия Бенцоновича Кавельмана значит которая не так давно вышла про эллинизм и культуру значит вот она вышла сборниковых статей где вы можете увидеть как те вот вещи неокантианские которые уже из-за поведения Когена и там ряда еще философских обстоятельств естественно Второй мировой войны прекратились и как они сохранились в израильской иудаике это очень интересно написано причем эта иудаика была непонятно американизованным новым специалистам равно как возникает вопрос куда же делать то такое гигантское идейное движение да вот пожалуйста если хорошо поискать все можно найти теперь подумайте что происходит в Советском Союзе о какой еще философской жизни здесь можно говорить чем заканчивается биография где-то с конца 20-х годов закрытия Гахна он поступает в энергетический институт Коржановскому и занимается экономикой своей той самой которая собственно по специальности бросает совершенно писать и только перед смертью пишет вот это свое сочинение о Пушке вот и значит когда он его пишет собственно вот это есть часть его книги он умирает просто в 37-м году очень удачно вот больше открытых так сказать деятелей такого рода философии мы не знаем потому что вот я называл Давыдовича Левина ну так и лежало у него это дома кружок фохта до смерти фохта по-моему в 46-м году ну дома и лежало вот кто туда например ходил довольно известный такой китаист Рубин который умер в Израиле вот в память его есть книжки даже библиотеки Алия но вы будете это все собирать то есть надо все это собрать в то время как как видите это попало вот все читали уже Мандельштама и никто там никакого наторпа даже близко не видел хотя про разные философии Мандельштама много писали ну и давайте уж ладно скажу вам два слова о том о чем не очень хотел говорить но в данном контексте это будет нормально значит и конечно бессмертный роман доктор жива это о чем это там разговаривают жива Газгардон что это такое народ который не имеет ядра который имеет одну оболочку народ который должен собираться в одну точку зачем это надо чтобы длить значит свои ну всякие несчастья ну и так далее понимаете да о чем где-то и никто не обращает внимание на маленькую интересную последовательность где это все происходит это же происходит при фронтовой полосе это происходит там где казак издевается значит над неким евреем Гордон при этом присутствует а живака это издевательство останавливает после чего они решили поговорить о народе если вы не знаете что произошло в районе 15-го года то что я вам уже рассказал то это выглядит просто как сцена в прифронтовой полосе на самом деле каждый абзац этого диалога имеет и русские и еврейские свои корни но при всех попытках найти неокантианские корни имеется в виду прямые когеновские в разговоре Гордона это ни у кого не получилось и получиться не могло ни при каких условиях дело в том что это не Герман Коген а это упоминавшийся мною ранее господин Гурлин некто Арон Гурлин который написал книжку Герман Коген и его «Апология еврейства критический очерк» в чем же состояла критика Когена у Гурлин а состояла она вот в чем он говорил о том что Коген не принимает апокалиптику и не принимая апокалиптику он не может ну построить целеполагание о своей философии а у нас есть такой замечательный философ как Владимир Соловьев и вот если соединить этого философа с Когеном то все получится хорошо самое смешное что на банкетах брат Грузенберга значит Семен Грузенберг приветствовал Когена разговорами типа вы наш Владимир Соловьев наш еврейский Владимир Соловьев при этом Коген только один раз выступил в философском обществе Петербургского университета во всех остальных случаях это были сугубо еврейские организации кто приехал вот про его визит в Москву вообще мало что известно по той простой причине что для этого надо взять еврейские журналы и прочесть там статьи Равина Мазена эту тему вот как уходит видите куда что касается значит вообще неоконтианства то лучше всего его описание можно найти в журнале Новый Москов потому что они внимательнейшим образом готовились к визиту Германа Когена описывали его труды поздравляли его с юбилеем описывали его поездки но тот же самый Гурнант написал статьи значит про Когена и про Канта в еврейской энциклопедии вот вам пожалуйста все пересекается круги узкие ниоткуда было российским евреям иметь какие-то невероятные количество такие чтобы энциклопедию делали одни люди кто-то там делал что-то другое то же самое вы можете обнаружить в Германии где тоже в это время выходила значит своя еврейская энциклопедия по-дредакции по-моему Клёцкина такого вот и таким образом получается что мы смотрите с вами нигде сейчас не коснулись никакой марксетина да мы с вами не трогали проблему сианизм мы с вами не занимались проблемой разного рода родинских упражнений то есть тот круг который я вам сейчас описываю имел место именно в России и именно имел некоторые специальные русские подтексты вот сейчас у нас значит некоторый перерыв а затем мы с вами попробуем ну если не надо первым уже без первого раньше кончить как хотите давайте хорошо вот и мы с вами попробуем увидеть увидеть как устроен текст Кагана о кризисе еврейском только естественно всю философию Кагана я описываю тоже сейчас не очень хочу